Уже на разминке стало ясно, такой команды в Суперлиге Чемпионата Ульяновской по мини-футболу еще не было. Игроки клуба «Умбирейд» вышли на площадку в ярко-оранжевой форме. Любители футбола тут же окрестили их летучими голландцами. Красный цвет победителя. Но я думаю, это не так сильно влияет. Все-таки играют у нас игроки в футбол, а не в футболке. В первом туре «Умбирейду», еще год назад игравшему в высшей лиге, достался один из корифеев Суперлиги – Симкор. В последние годы коллектив тренера Петра Дементьева приучил своих поклонников к тому, что борется за медали. Но в нынешнем межсезонье команда обновилась. Лидеры разошлись по другим клубам. На их место пришли те, кто выступал в низших лигах. Задача быть в тройке – это все-таки, наверное, что-то из ряда входящее. Но мы будем стараться, как бы, стараться зацепиться за пятерку. Я не говорю, что мы будем там в аутсайдерах. Мы будем стараться зацепиться за пятерку. Может быть, и получится за медали. Впрочем, также на 80% поменялся состав и в «Умбирейте» по сравнению с прошлым сезоном. Только в отличие от Симкора на смену покинувшим команды футболиста пришли настоящие зубры ульяновского мини-футбола. Виктор Злыдарев, Денис Мирте, Юрий Агулкаков и еще несколько чемпионов ульяновска прошлых лет. Задачи ставим самые высокие. Выигрывать нужно в каждой игре. Показывать красивый футбол. Приходят болельщики, смотрят. Смотреть на игру «Умбирейта» действительно было приятно. На фоне Симкора, ослабленного, как и всему прочему, травмой опытнейшего Сергея Виганского, партнеры Андрея Злыдарева выглядели настоящими летучими голландцами. В первом тайме ворота соперников они забили 4 гола, а пропустили только 2. Правда, и этого игрока «Умбирейта» показалось много. Поэтому и оценки первого тайма у соперников словно черное и белое. Я думаю, сейчас у всех команд с первых туров небольшой сумбур будет в игре. Нужно все равно привыкнуть к мячу, к полю, потому что переход после большого футбола тяжело дается. Все нормально. Для первого раза для нового состава. Для первого раза нормально. Молодцы. Правда, второй тайм прошел при полном игровом и территориальном преимуществе «Умбирейта». Оранжевая команда не дала продоху сопернику и заставила его обороняться практически все 25 минут. Вот только из всех созданных голевых моментов довелось реализовать 3. Но и этого вполне хватило для уверенной победы. 7-2. Это первый разгром в рамках нового чемпионата Ульяновска. Они более мастеровитые, более опытные у нас. Они не раз уже повыигрывали эту лигу. И в мышлении они нас опережают. В целом же первый тур прошел в упорной борьбе. Тон ему задали вертер и погода в доме. К седьмой минуте погода была плохой и пропустила два гола. Правда, затем тучи сменились солнцем и соперник не выдержал. 5-2 в пользу погоды. Догонялки играли два заводских коллектива – «Контактор» и «Авангард». В итоге Андрей Русанцев принес победу «Контактору» – 5-4. Защиту чемпионского титула Симбирск, объединенный серебряным призером Аберхофом, начал с победы над «Динамовцами» – 4-2. А самым упорным стартом в туре получился поединок «Воги и Кристалла». В первом тайме наследники тети Моти открыли счет благодаря точным ударам Аниса Закирова. А в самом начале второго тайма Георгий Зайкин счет сравнял. Больше забитых мячей зрителей этого матча не увидели. 1-1. Второй тур чемпионата Ульяновска пройдет через неделю. Вполне вероятно, что команды сменят зал Ульяновского госуниверситета на новейший комплекс «Орион» в Завожье. Центральным матчем игрового дня наверняка станет поединок «Симбирска» и «Погоды» – одних из претендентов на титул в этом сезоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова